Установка Windows Janus на VMware Workstation Привет, друзья! С вами сегодня я ZetSmart, и в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы. Нашей операционной системы Windows Janus, или кодовое имя Windows 3.1, бета-версия Windows 3.1. Попробуем поставить его на виртуальную машину. Ведь у нас есть виртуальная машина VMware Workstation, и сейчас мы попробуем поставить именно 3.1 версия. Вот так он выглядит наш Windows 3.1, и попробуем бета-версию Windows 3.1 узнать вообще. Год выпуска 1992, и это бета-1. На английском языке мы сейчас его установим. Нам понадобится виртуальная машина VMware Workstation, установленная, уже установленная. Нам понадобится DOS 6.22, его тоже нужно будет запустить и установить. Нам понадобится бета-версия Windows Janus. Вот она, Windows Janus состоит из 6 дискет. Эти 6 дискет мы будем монтировать, и попробуем установить с помощью этих дискет. Запускаем нашу виртуальную машину. Создать новую виртуальную машину. Далее, выборчину выбираем, далее. Далее, я установлю операционную систему позже. Здесь выбираем версию Windows 3.1, именно эту редакцию. Далее. Расположение. Пусть это будет корневой каталог локального диска C. Можете указать какой-либо другой каталог. Вместо имя Windows 3.1 давайте укажем Janus. Теперь кликаем далее, 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 использовать трансляцию сетевых адресов NAT, IDE, создать новый виртуальный жесткий диск. Здесь у нас 8 гигабайт, пусть остается 8 гигабайт. Windows Janus VMDK. Готово. Вот наш Windows Janus появился в списке. Изменить настройки. Добавляем новый диск. Это у нас дисковод гибких дисков. Ок. Теперь в этот дисковод гибких дисков давайте образ примонтируем. Образ будет это у нас Windows, это у нас DOS 6.22. Выбираем DOS 6.22. Ок. И давайте запустим наш DOS. Включаем виртуальную машину. Происходит запуск MS-DOS. Теперь давайте введем следующую команду. Нам нужно создать раздел. F-DISK. Enter. Цифру 1. 1. Еще раз. 1. И здесь кликаем Y. Y. Enter. Можем нажать любую клавишу. И вот он у нас автоматически перезагрузился. Повторно запустился MS-DOS. Теперь давайте введем следующую команду. Формат. Пробел C. Двоеточие. Пробел слэш. S. Enter. Теперь соглашаемся. Нажимаем Y клавишу. Enter. Произошло форматирование нашего жесткого диска. Теперь нажимаем любое имя. Здесь Enter нажимаем, чтобы имя не присваивать. Ну, имя можете какой-либо назвать, лейбл. Перезагрузимся. Но перед перезагрузкой давайте мы смонтируем наш образ. Выбираем Windows Janus параметры. Здесь давайте добавим этот диск. Дискету убираем. Здесь образ обзор. И выбираем Windows Janus Beta. Первую дискету. Но для начала, чтобы это все проделать, давайте ОК нажмем. И перезагрузимся. Перезагрузка питания. Перезагрузить костевую ОС. Перезагрузить. Стартинг MS-DOS. Вот наш MS-DOS запустился. 6.22. Теперь здесь просто Enter кликнем. Enter. Продолжить. Enter. Еще раз Enter. И вот у нас MS-DOS запустился. Теперь нам нужно попасть в каталог нашей операционной системы Janus. Microsoft Janus. Здесь кликаем просто букву R. Enter. R не нашел, значит буква D. D 2. Значит букву D не нашел. Буква A возможно. Буква A. Да, буква A. Enter. И вот мы попали в каталог A. Значит это буква нашего floppy дисковода. Теперь вводим DIR. И вот наши файлы операционной системы. Среди них я вижу setup.exe. Давайте его запустим. Setup. Enter. И вот наш установщик Windows Setup. Это значит наш Janus запустился. С нашего floppy дисковода. Кликаем Enter. Quick Install. Здесь есть Full Install и Quick Install. Какой же из них выбрать? Я даже не знаю, друзья. Какой из них выбрать? Quick Install или Full Install? Давайте Full Install выберем. C Windows папка каталог. Enter. Еще раз кликаем. Здесь настройки нашего компьютера. Можем выбрать какие-либо параметры, которые вас удовлетворяют. Microsoft, IBM, PS2. Можем выбрать язык. Здесь языка русского нет. Другие языки есть, но русского нет. Раскладка клавиатуры. Здесь также раскладка клавиатуры есть. И другие параметры. Давайте просто кликнем Enter. И вот у нас происходит установка. Он затребовал вторую дискету. Давайте ему вскормим вторую дискету. Я освобождаю свою мышку. И здесь перехожу в параметры, чтобы смонтировать вторую дискету. Обзор. И вот наша вторая дискета. EMG. Ок. И давайте теперь нажмем еще раз Enter. Еще раз кликаем Enter. И вот наш Windows Setup запустился. Теперь здесь просто кликаем Continue. То есть продолжить. А если мы нажмем Help, который не активен здесь, ничего не происходит. Здесь еще Exit, выход есть. Continue. Теперь еще раз кликаем Continue. Теперь он требует третью дискету. Давайте ему отдадим в третью дискету. Перехожу в параметры. Дисковод. Обзор. И выбираем третью дискету. Ок. Теперь еще раз кликаем Enter. Теперь четвертая дискета требует. Дадим ему четвертую дискету. Параметры еще раз. Дисковод. Обзор. И четвертая дискета. Ок. И Enter еще раз кликаем. Теперь после всего этого он требует пятую дискету. Давайте ему пятую дискету дадим. Параметры. Дисковод. И здесь выбираем обзор. Пятая дискета. Ок. И ок. Enter. Теперь что у нас покажет? Все. У нас установка закончилась. Должен быть перезагрузка. Но перезагрузки почему-то нет. Все пять дискетов мы его вскормили. Так. Что здесь? Please. White. While. Setup. Copies. Files. Так. Help. Exit. Ну что? Ты завис или что? Мне что делать? Перезагрузить тебя вручную? Ничего не происходит. Я все пять дискет ему отдал. И теперь должно произойти перезагрузка. Может быть мы его сами перезагрузим? Отправить команду Ctrl-Alt-Delete. Давайте нажмем Enter. Enter. И давайте нажмем команду Win. Почему-то ничего не происходит. Давайте перейдем в CD. Папка Windows. Enter. Мы попали в каталог Windows. Теперь давайте введем команду Win. Enter. Это что такое? Irrecoverable Error. By link out. Win. Что-то вроде промелькает, но ничего не происходит. Никак не запускается. Значит установка прошла неуспешно. И на этом моем виртуальной машине возможно проблема осталась. Я не могу Janus запустить. Давайте возьмем более позднюю версию Janus. Это у нас на 3.10.061d. Эту редакцию давайте возьмем более позднюю и скачаем его. Скачиваем более поздний релиз. Создать новую виртуальную машину. Выборочный. Далее. Далее. Я установлю операционную систему позже. Выбираем здесь Windows 3.1. Далее. Давайте назовем его Windows Janus. Каталог для размещения. Давайте выберем C. Корневой каталог C. Теперь можем устанавливать. Далее. Далее. Память 16 мегабайтов. Использование NAT. Boost Logica. IDE. Далее. Создать новый виртуальный диск. 8 гигабайтов. Windows Janus VMDK. И готово. Теперь у нас с левой стороны появился Windows Janus. Давайте изменить настройки. CD, DVD дисковод. Давайте добавим дисковод кипких дисков. Готово. И сюда мы укажем наш именно Windows. Здесь мы укажем DOS 6.22. Выбираем DOS, DOS, DOS систему. IMG. И давайте запустим нашу виртуальную машину. Теперь здесь пишем команду FDisk. Enter. Enter. 1 Enter. 1 Enter. Здесь соглашаемся и Enter пишем. Теперь еще раз Enter нажали и наша виртуальная машина перезапустилась. Повторно включилась наша DOS система. Здесь пишем формат CS. Формат пробел C, двоеточие, пробел слэш S. Соглашаемся. Y кликаем. Enter. Форматирование произошло. Теперь еще раз нажимаем Enter. Параметры переходим. И выбираем дисковод. Дисковод гибких дисков. Файл образа дискеты. Обзор. Выбираем вот наш распакованный Janus 3.10.061d. Диск 0.1 EMG. Ок. Теперь повторно кликаем на пустую область. И здесь пишем директорию. Можем сразу Setup нажать. Setup. Теперь на нашем букве, буква A, находится установщик Windows. 3.1. Enter. И вот наш Janus запустился. Enter. Так, здесь есть пункты Express Setup, Recommended, Custom Setup. Так, Enter еще раз кликаем. Теперь давайте с помощью Ctrl-Alt освободим наш, наш этот, к нашу клавиатуру, нашу мышку. Чтобы мышку мышкой управлять. Параметр переходим. И здесь меняем на нашу вторую дискету. Вторая дискета. Ок. И теперь Enter нажимаем. В итоге он затребовал третью дискету. Параметры. И здесь меняем. Дисковод 3. Так, третья. Ок. Еще раз. Enter. И вот у нас запустился Windows Setup. Eric Harmon. Это кто? Neri Soft. Давайте нажмем Continue. Уже мышка работает даже у меня. Continue. Здесь он требует четвертую дискету. Давайте ему дадим четвертую дискету. Правой клавишей. Параметры. Здесь выбираем дисковод. Обзор. И выбираем пятую дискету. Ок. Ему нужна четвертая дискета. Параметры. Еще раз. Дисковод. И даем ему четвертую дискету. Четвертая дискета. Ок. Continue. Continue. Требует пятую дискету. Давайте пятую дискету скормим. Параметры. Дисковод. Обзор. И даем ему пятую дискету. Ок. И здесь пишем просто Continue. Continue. Теперь он требует принтеры установить. Можем принтеры устанавливать. А можем не устанавливать. Можем отсюда выйти и не устанавливать принтеры. Ну. Давайте установим install. Так. Retrie. Cancel. Ну. Cancel. Так. Cancel. Так. Здесь можем tutorial прочитать. Run tutorial. Интересно. Вот так вот выглядел наш tutorial. Можем листать вверх-вниз. Continue. Enter. Continue. Вот допустим. Посмотреть. Что у нас есть. Как управлять. С помощью Windows Janus. Вообще. Как работать на нем. Вот я вот так вот стрелка вниз нажимаю. И мы продолжаем смотреть. Что он нам покажет. Здесь Enter. Key. Следующий. 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 Вот такой вот tutorial был. Windows 3. Windows 3.1. Или Windows Janus. Так. Теперь давайте отсюда надо выйти же. Как мне выйти отсюда? N. Так. Надо escape нажать. Давайте нажмем escape. Escape. To tutorial. Дублик. Клик. Икон. Ну давай. Кликну. Вау. И это Windows 3.1. Continue. Demo. Он нам показывает как. Черт возьми. Как мне отсюда выйти теперь? Так. Continue. Продолжить. Так. Y. И вот. Давайте теперь перезагрузим. Restart Windows. И все. Наш... Все запустилось. Windows. Janus уже запустился что ли? Давайте я посмотрю на свой дискеты. Я хочу убрать дискеты. Параметры. Дискету я убираю. Janus. Физический диск ставлю. Ок. И перезагружаемся. Ок. Ок. Не хочет он что-то почему-то делать этого. Нам нужно обязательно. Обязательно условия перезагрузить нашу виртуальную машину. Питание перезагрузить. Перезапустить костю в OS. Перезагрузить. MS-DOS запустился. Здесь мы указываем дату и времени. Я не указал никакую дату и времени. Теперь здесь ввожу команду win. Но как всегда ошибка возникает. Значит в папке Windows он спрятан. CD Windows. Мы перешли в каталог Windows. И теперь можем запустить команду win. И теперь мы можем запустить команду win. Наш Windows 3.1 установился. Вот таким образом оно выглядит у нас. Это у нас Windows Janus. Здесь можно посмотреть наши настройки. About Program Manager. Windows версия 3.1. 0.61D. Microsoft Windows Program Manager. Это его Эрик Хармона. Neyri Soft. Serial Number. Вот такой вот серийный номер. 386 Enhanced Mode Memory. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Readme. Можем прочитать Readme. Ох ты, вот такой вот Readme. Можем отсюда выйти. Close. Здесь есть Print Manager. Control Panel. Можем Control Panel запустить. И посмотреть, как вообще начинался вообще Janus. И из чего у нас ее состояло. Мышки настройки. Да, друзья. Сейчас в наше время это, конечно, дико. Но в то время это было просто новшество. И тем более бета-версии Windows 3.11. Это просто классика, друзья. Keyboard клавиатура. Вот такие вот Color Manager. Так, цветовые настройки здесь. Windows Default. А, вот это шрифты, скорее всего. А нет, это вот менять цвет. Color Fones. Это шрифты. Вот Arial даже есть. Вот шрифты все, они находятся здесь. Можно даже листать вниз Times New Roman. И другие шрифты. Порты. Дата и время. Звуки. Звуковые настройки здесь. Можем отсюда выйти. И давайте посмотрим, что еще есть. Давайте это все прикроем. Close, закрыть. Что такое Dr. Watson? Я запущу Dr. Watson. NoFaustDetect. Это не знаю что. Дальше. Можем посмотреть здесь, что у нас есть. Games. Игры. Игры здесь. Solitaire есть даже. Представьте, друзья. В Windows 3.1 есть Solitaire свой. Можно играть в карты. Вот так вот. Листая, играть в карты. Кто умеет играть, тот может поиграть здесь прямо. Так, Mind Sweeper. Это у нас так назывался. Раньше у нас назывался. Как он назывался? Сапер, да. Сапер. Вот эта игра Сапер. Можете поиграть. Назвался он у нас Mind Sweeper. Вот так вот он назывался. Можем закрыть это. Дальше. Riff Edition. Итак, Startup. Dr. Watson допускается у нас. А так, здесь у нас. Это у нас Pint. Кто знает, кто умеет рисовать, то понимает, что вот таким образом выглядел наш Pint. Версия 3.1 именно Pint. Так и называется. Закроем этот Pint. Но не сохранять. Календарь. Календарь. Так, Card File. Object Package. Records. Notepad. Опустимся ниже. Sound Recorder. Media Player. Так. Charator Map. И другие. Именно в этом пункте. Давайте это закроем. Windows Setup. Это установка Windows. DOS системы. Clipboard. Exit. Print Manager есть свой. Вот такой вот Print Manager. Закроем это все. Ты закроешься. Readme мы уже смотрели уже. Windows Setup. Display. Keyboard. VGA. Монитор. Все настройки. Теперь давайте откроем File Manager. Вот такой вот у него файловый менеджер. Интересно, да? Как же интересно смотреть за этим файловым менеджером. Вот такой вот. Мой компьютер, допустим. И папка Windows Setup. System папка. Вот так выглядела System папка. И на полный экран мы можем свернуть. Кликнуть и развернуть. На полный экран сделать. И можем смотреть. Вот так вот выглядели наши файлы. А папка Windows. Вот у нас наши папки. Таким образом выглядели. И вот папка C Windows. Windows Command.com. Вот здесь вот такие вот параметры. Copy Disk. VIF. Option. Windows. File. Exit. Вот и все, друзья. Мы посмотрели, как выглядит наш Janus. Действительно интересно. Мы его все же установили. Вот MS-DOS мы запустили. Если мы сейчас нажмем Win, мы ничего не можем сделать. Нет, мы не можем переключиться. Alt-Enter. Alt-Tab. Alt-Enter. Вот так вот мы сворачиваем. Интересно. Таким образом мы установили Windows 3.1 или Windows Janus. Интересно было установить его. Не сразу, конечно. Но все же установили. Поэтому на виртуальную машину VMware Workstation вполне можно ее установить. И насладиться, как она выглядит вообще. Это любимая операционная система, которая уже устарела. Но в наших сердцах она все же осталась. Ты, мой друг, подпишись и на лайки не скупись. Я сниму еще видос, если вам понравилось. И зашлите мне донат, буду очень-очень рад. И зашлите мне донат.